Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И что, если я вам скажу, что в Kotlin можно так же сделать? Классно, правда? Окей. Сейчас мы выключим звук. Да, супер. Так вот, Kotlin может так же. И давайте посмотрим, что мы делаем с вами сейчас. На примере простого приложения, которое имеет логиниться на GitHub, получать репозитории пользователя, ну и может быть делать поиск по репозиториям по всему GitHub вообще. Выглядеть оно будет следующим образом. Это просто формочка, да, там типа два поля, кнопка sign in. Результатом работы вот этой формочки будет другая activity, на которой мы будем вводить список репозиториев. Здесь вы видите список моих репозиториев, актуальный достаточно. Вот, это то, что мы с вами будем делать, и то, на каком примере будем смотреть код. Значит, недавно я проводил опрос в Твиттере, там больше полторы тысячи просмотров, и вопрос был такой. Вот, если вы завтра начинаете новый Android проект, да, и собираетесь его писать на Kotlin, что вы возьмете для фоновой работы? И 65% говорят такие, ну мы знаем RxJava, будем RxJava использовать. На мой взгляд, RxJava это не библиотека для фоновой работы, а библиотека для обработки потоков событий. Вот, и для фоновой работы RxJava на самом деле не нужна, как тот скрипач из фильма. Вот, ну давайте посмотрим, что же мы с вами делаем сейчас. Да, вот мы пишем такое простое приложение для GitHub. Первое, что мы с вами делаем, это создаем интерфейс, EpicLineRx, да, у него пишем пару методов. Вот, и эти два метода, там, что-то будут делать сетью, но в итоге они будут возвращать нам некоторый сингл, да, от бизнес-объекта. То есть в случае логина это будет GitHubUser, да, информация о нашем пользователе. Итак, мы реализуем метод, который возвращает сингл от какого-то бизнес-объекта. Давайте посмотрим на его имплементацию. Вот бизнес-логика у нас простая, да, она очень похожа на JavaScript, который мы с вами написали в начале. Мы используем, делаем какой-то сетевой вызов, вот, получаем результат, анализируем код, если все хорошо, то из JSON составляем наш бизнес-объект. Правда? И все использование RxJava в этом методе сводится к тому, чтобы просто сказать, что метод будет возвращать сингл, да, и сделать сингл from callable. Выглядит просто, окей. А с методом getRepositories все в принципе то же самое. Да, мы там делаем опять же какой-то сетевой вызов, делаем сингл from callable, ну а для того, чтобы из JSON получить список GitHubRepositories, я просто написал extension функцию, которая преобразует одно в другое. В общем, ничего интересного. Окей, давайте посмотрим на клиентский код, который использует реализацию нашего интерфейса. Выглядит он довольно просто, да. Значит, мы начинаем с вызова api-клиент-логин, для того, чтобы, собственно, залогиниться. Потом, когда мы получили объект пользователя, мы используем его атрибут reposal.url для того, чтобы сходить по ссылке, загрузить список репозиториев. Да, но список GitHubRepositories нам на экране не нужны. Нам нужен список строк, правильно? Поэтому мы пользуемся оператором map для того, чтобы сделать мэппинг. Ну и дальше subscribe on, observe on и в конце, значит, показываем, собственно, список. Выглядит вроде просто, но, на мой взгляд, тут есть некоторые сложности. Какие сложности? Первое, что мне удалось найти, это то, что RxJava порождает большое количество объектов под капотом, неадекватная той задача, которую мы решаем. Во-вторых, этот код порождает неясный стектрейс в случае проблем. Если у вас что-то вылетает, особенно на продакшене, в стектрейсе вы не разберетесь. И третье, для RxJava достаточно кривое, крутое обучение. Да, у нас много новых девелоперов приходит. Вы их начинаете учить и проходит много времени для того, чтобы они начинали правильно читать или писать на RxJava. Вот, давайте я обосную вот эти доводы. Первое, насчет количества объектов. Вот тут вот memory dump для вот этого приложения в момент запроса. И вы видите, что здесь от IO-ReactiveX аж 19 объектов. И тут какие-то single from callable, single subscribe on и так далее. Откуда они все берутся? Берутся они оттуда, что каждый вызов вашего оператора или вообще любой там Rx функции в цепочке порождает на самом деле новый объект. Вот здесь вот single flat map, single dofinity, consumer single observer и так далее. Вот оттуда вот такой вот memory footprint. Отсюда же на самом деле следует, что у вас какой-то непонятный stack trace. Можете даже не вчитываться. Единственная строчка, которая отвечает за тот код, который вы сами написали, это вот эта верхняя. То есть если эту строчку используют из нескольких мест, а у вас такой stack trace в продакшене, вы даже понять не можете, о чем, собственно, у пользователей это произошло и в каком юзкейсе. Это печально. Давайте посмотрим вместе с дядей Волой, есть ли какие-то еще инструменты, которые помогут избежать вот этих проблем. Конечно, есть, это корутины в Kotlin. Они появились с Kotlin 1.1. Это дополнительная библиотека, то есть это не часть языка, это дополнительная библиотека или пара библиотек. Эти библиотеки носят статус experimental, но пусть это вас не пугает, на самом деле API стабилизировано, все хорошо, ими можно пользоваться, мы пользуемся в продакшене. Давайте посмотрим, что изменится, когда мы будем переезжать с RxJava на корутины. Вот изменится на самом деле немного. Вот мы создадим новый интерфейс или такой же интерфейс, или в том же интерфейсе будем работать, и все, что поменяется, это single, просто поменяется на deferred, и все. Небольшое изменение, правда, рефакторинг будет простой. Как поменяется код? Вот клиентский код поменяется полностью, мы его вообще целиком переписали. Значит, здесь мы делаем несколько операций, но самое главное, главное вот что, и то, что нам приносит мир коррутин сюда. Это то, что первой строчкой мы теперь пишем какой-то launch UI. Это на самом деле запуск корутины. Да, UI здесь, это некоторый контекст, в котором наша корутина должна исполняться. Пусть вас не пугает слово контекст, сейчас можно думать о UI, как просто о thread pool executory, размером один, единственный поток которого, это main thread, и все. То есть вот на UI мы говорим, что просто на main thread исполняй код, который вот у тебя в коррутине здесь. Дальше мы начинаем дергать методы нашего интерфейса, и после вызова метода дергаем какой-то непонятный await. Сейчас мы про него поговорим. А весь остальной код на самом деле синхронный, то есть он написан так, как будто вот API-клиент ни в какую сеть не лазает, а как будто он просто синхронно выполняет операции. Это самое главное достоинство этого кода. Окей. Да, вот здесь вот я подсвечиваю строчки, что мы лазаем в сеть, но делаем таким образом, как будто и не лазаем, а как будто все синхронно происходит. Хорошо. Какие еще плюсы, кроме… Да, какие плюсы у этого кода? Что он легко читается, да, потому что асинхронный код, вот эти асинхронные операции написаны так, как будто ничего и не происходит, как будто все в порядке и синхронно. Плюс к этому обработку ошибок мы можем делать не в операторах RxJava, да, а средствами языка используя trycatchfinally. И на самом деле это очень круто. Но как насчет минусов RxJava? Мы там целых три штуки нашли, правда? Да, давайте по очереди разберемся. Что насчет объектов под капотом? Значит, опять же, memory footprint, он стал меньше, да, у нас 11 объектов. Я напомню, что раньше было 19. И, то есть, улучшение аж в полтора раза. Если у вас там типа не две операции, три оператора, а нечто большее, то разница будет еще более заметна. Окей, что насчет stacktrace? Со stacktrace не могу вас, к сожалению, порадовать. Да, он все же unrelated. То есть, только первая строчка, опять же, относится к коду, который вы сами написали, а все остальное нет. Ну, печалька, да. На самом деле на GitHub Kotlin и Kotlin-ка-рутин там есть целый огромный тред с Романом Елизаровым про то, что же делать с таким stacktrace и как с ним работать. И там есть несколько вариантов решения. В общем, ребята из JetBrains думают, что они либо в идею, либо в Android Studio затащат специальный тулинг, который позволит раскручивать вот такие stacktrace и понимать, что на самом деле происходит. Вот. Значит, насчет сравнения. Вот я здесь слева привел stacktrace из Java, справа из Kotlin. Большой разницы нет. Ну, из Kotlin чуть-чуть на 20% буквально stacktrace поменьше, но сильно от этого легче не становится. Самое главное достоинство это то, что у нас прямой стиль кодирования. То есть вы видите, что операции, скажем, одного рода, типа показ прогресс-бара, скрытие прогресс-бара, показ результата происходит на одном уровне интендейшена. Это означает, что это легко читать. Ну и плюс, как я уже сказал, обработка ошибок, trackage, final. Все хорошо с этим. И самый главный плюс это то, что вы можете использовать stdlib или условный цикл for для своей синхронной работы. То есть вам не нужно выдумывать каких-то сложных операторов, Rx-овских, для того, чтобы повторить операцию несколько раз асинхронную. То есть можно просто stdlib использовать, это будет работать. Хорошо. Давайте посмотрим на реализацию синхронной функции. Она изменилась не сильно. Значит, у нас бизнес-логика вообще не поменялась. Она осталась ровно такой же. Кстати, вот этот get, который я здесь использую, это из библиотеки khttp. Это котленовский htp клиент. Я дам ссылку в конце. Очень классная штука. Мне понравилось использовать. Что изменилось? Изменилось описание функции. Теперь вместо сингла мы возвращаем deferred. Саму функцию приравниваем к вызову функции высшего порядка async. Что такое async? Кто-нибудь? Как эта штука называется? Coroutine Builder. Абсолютно верно. То есть это специальные функции, которые умеют из ваших блоков, из блоков кода делать корутины. Какие мы с вами знаем уже? Launch, async, да? Что-нибудь еще? With Context, правильно. Еще одна? В тестах нужна. Run Blocking. Абсолютно верно. Run Blocking, With Context. Супер. Мы все перечислили. Но там на самом деле есть еще, и вы всегда можете написать свой Coroutine Builder, но основных четыре. Давайте разбираться с ними. Значит, Coroutine Builder launch возвращает интерфейс под названием job. У job есть там некоторые свойства из active, из completed. Они нам понадобятся чуть-чуть позже. Есть функция start. То есть вот job здесь на самом деле представляет нашу Coroutine просто. Это то, как Kotlin с Coroutine работает вот именно с этим интерфейсом. И тут нет никакой магии. Метод start и все. И вы видите, что этот интерфейс ничего не знает про возвращаемое значение. Это правильно, потому что launch ничего не возвращает. Это просто работа, которую вы хотите, чтобы была выполнена, а результат вам не очень интересен. Если же результат вам интересен, то вы используете другой Coroutine Builder, rasing, и он возвращает вам deferred. И у deferred уже есть вот этот вот тип. Да, он здесь перечислен. Видите, что deferred наследует job. И у deferred есть функция await, которая вот как раз этот результат и возвращает, и мы этим на самом деле пользуемся в коде, который мы написали раньше. Окей, что такое deferred? Deferred — это такой future. Вы спросите меня, что опять future, да? Back to the future, да. Опять. Ну вот некоторые, например, дядя Вова, сомневаются, что deferred — это future. И правильно сомневаются, потому что future, да не future, не совсем. Отличие следующее. Future у вас блокирующая, да? То есть когда вы делаете get, ваш поток блокируется. Deferred не блокируется. Плюс к этому deferred еще можно отменить. Здесь вы видели в интерфейсе job, что там есть is cancelled. В общем, отмена поддерживается. Для всего остального, что не является deferred, да, например, ну так как Kotlin имеет стопроцентный интероп с Java, то нужно поддерживать фьючеры. Соответственно, если вы хотите использовать фьючерсы в корутин-контексте, то вам нужны эти await функции. И вот ребята из JetBrains постарались, написали extension функции для всяких фьючеров из Java, для listenable фьючеров из Google Guava, для других примитивов, для ретрофитовского кола и так далее. Вот. То есть для всех ваших любимых библиотек уже есть extension функция await. Вы можете просто ей пользоваться. Так вот, await extension функция, она как фьючеркет, только не блокирующая. А если она не блокирующая, то что? То приостанавливающая, да? То есть происходит что-то вроде suspension. Если вы погуглите по Google картинкам слово suspension, как вы думаете, что вы получите? Подвеску. Абсолютно верно. Вот такая веселая картинка. Давайте разбираться, что такое suspension. Что происходит, когда у вас происходит блокировка? Вот смотрите, вот у вас есть thread, вы что-то выполняете, и дальше в какой-то определенный момент времени вы говорите future get. У вас этот поток блокируется до тех пор, пока get не вернет значения. И ничего больше не делает. С suspension это не так. То есть когда вы вызываете там функцию, которая поддерживает suspension, там await, например, поток просто-напросто продолжает выполнение, а suspension функция выполняется где-то там на своем контексте коррутины, а поток спокойно себе живет. И на самом деле вот это базовый принцип, почему коррутины в целом быстрее, почему вы можете запустить миллион коррутин в простой консольной программке, а миллион трэдов не можете запустить, потому что вот это. Так вот, suspending, если резюмировать, значит это при установке выполнения, но таким образом, чтобы это выполнение можно было восстановить чуть позже, да, и эта приостановка может случаться только в определенных местах, как вы думаете, в каких? Да, абсолютно верно, именно при вызове функции, которая помечена модификатором suspend. Но подождите, мы в нашем API клиенте нигде suspend не писали, как бы, как же это все работает. Дело в том, что когда вы вызываете коррутин-билдер асинг, да, он принимает 4 параметра, 3 из них заданы по умолчанию, они нам не очень интересны, а нам интересен именно 4. И вот 4 параметром идет блок, да, собственно, наш код, который мы хотим выполнить в коррутине, и этот блок имеет вот такой вот тип, и этот тип помечен модификатором suspend, плюс к этому этот блок должен вернуть результат, да, вот наш t. То есть вот suspend, про который мы говорим, вот он вот здесь вот, вот он в блоке, и просто мы его не пишем. Окей, хорошо, с suspension более-менее разобрались. Что насчет отмены? Как вы знаете, thread stop за деприкатчен только потому, что в computer science отмена всегда кооперативна, да, вы не можете надежным образом отменить там какой-то код, если он об этом не знает. То есть он должен всегда это поддерживать, и нам нужно об этом думать. Значит, в RxJava с отменами все хорошо, да, если вы отписываетесь от Rx цепочки, то просто следующие операторы не будут вызваны, потому что там в шедулере стоит проверка на isDisposed, isDisposed, извините. Но если вдруг вы там внутри оператора хотите что-то отменить, то вам нужен доступ к текущей подписке, это может быть сложно. Отмена в карутинах в принципе тоже окей. Значит, у вас suspend функция следующая просто не будет вызвана, потому что внутри работает state машина, и поэтому отмена в карутинах тоже окей, но если вдруг, опять же, внутри вам нужно что-то проверить, то это просто. Вы можете воспользоваться свойством из актив у карутины, да, помните, мы в джобе видели, что там есть такое свойство, просто его проверить, и если вдруг не из актив, то ничего больше не делать. Окей. Самое интересное, юнит-тесты. Давайте напишем тест на RxJava, на наш API-клиент. Выглядит он будет следующим образом. Немножко код мелковат, сейчас я покажу больше. Значит, нам понадобится некоторая подготовка, там всякие моковские респонсы, для того, чтобы сервер реально не дергать. Кстати, тут я использую библиотеку Mok.ak. Это библиотека для мокирования в тестах, написанная на Kotlin. Она, опять же, имеет очень удобный интерфейс, ее легко учить, я очень рекомендую, ссылку там в конце. Здесь мы, значит, замокали от нашего khttp ответ, да, вот этот generic response, который был определен повыше. И дальше мы написали, значит, собственно, код проверки. Да, значит, мы дернули логин от нашего API-клиента, получили некоторый объект GitHub-юзера, это, кстати говоря, сингл здесь, да, и дальше все, что нам нужно, это дернуть subscribe и в лямде проверить, что объект, который нам вернулся, он соответствует каким-то нашим ожиданиям. Здесь можно было использовать тест-сабскрайбер, но у него немножко синтаксис посложнее, поэтому так проще. Окей, давайте посмотрим на тест на корутины. Изменился ли он сильно? Нет, не сильно. Да, значит, вся подготовка осталась ровно такой же. А изменилось вот что. Значит, во-первых, наш блок с wait'ом нужно засунуть в корутину, да, потому что suspend функции вы можете вызывать либо из другой suspend функции, либо из корутин контекста. Соответственно, нам нужна корутина здесь, и как раз тот корутин builder run-блокинг нам помогает, потому что он просто исполняет корутины внутри на том же потоке, на котором был вызван. Очень хорошо, очень подходит для тестов. Вот, ну и здесь нам, естественно, нужно дернуть и wait, потому что результат нужно получить. Окей, вывод, который я делаю на данный момент, это то, что тесты пока выглядят одинаково, и профит от миграции, вообще говоря, не очевиден. Типа, ну мы поменяли один api на другой, ну и что? Дело в том, что можно лучше, да, можно сделать круче с корутинами. Что именно? Что, если я вам скажу, что можно вообще очистить наш интерфейс от какого-то упоминания о синхронности? То есть мы можем выкинуть все наши deferred, выкинуть все синглы, там, observable, flowable и все остальное, и сказать, что наш интерфейс работает только с бизнес-объектами, да. Хотим логин, получаем GitHub user. Хотим список репозиториев, получаем список репозиториев. Хотим поискать по репозиториям, опять же, получаем список репозиториев. И единственное, что нужно сделать в нашем интерфейсе, это просто использовать модификатор suspend, который, в общем-то, и есть не просит. Звучит неплохо, правда? Ну, для меня да. Давайте посмотрим на имплементацию. Значит, имплементация, естественно, банальная. Мы ничего не делаем, мы просто исполняем бизнес-логику, которая в данный момент является просто вызовом, HTTP вызовом, и все. Get, и поехали, возвращаем то, что нам нужно. Вот, выглядит неплохо. Как насчет клиентского кода? Клиентский код поменялся, опять же, тоже не сильно по сравнению с предыдущей версией использования корутин. Значит, теперь логин не возвращает deferred, он возвращает бизнес-объект, да, но логин — это suspend функция, и вы не можете ее без корутины использовать, плюс вы не хотите это использовать, исполнять на UI, правда? Вот, мы хотим ее где-то там на command-пуле исполнить, и для этого как раз очень хорошо подходит корутин-билдер async, а, соответственно, async уже возвращает deferred, и нам нужно дождаться выполнения здесь, поэтому мы дергаем evade. Кстати говоря, если вы не хотите дожидаться исполнения, да, хотите, чтобы несколько корутин исполнились параллельно, просто не пишите evade вот здесь вот, а напишите его там в конце. С получением репозитория все, собственно, то же самое. В общем, красивый код получился, да, и вроде бы все хорошо. Есть вопросы по вот этой части? Ну, с отменой, да, окей. Не будем сейчас в это идти. Значит, что насчет тестов? Здесь получается самое сладкое, потому что на самом деле тесты мы теперь можем писать так, как будто асинхронности нет, да, и вообще говоря, просто-напросто дергать нашу suspend функцию, да, у которой там network часть замокана, и проверять, что у нас все хорошо работает. И единственное, чем мы поплатимся, это тем, что нам придется логин приравнять к вызову к рутин-билдера run-блокинг, и все. То есть изменение это очень простое и быстрое. Окей, хорошо. Вы мне скажете, подождите, ты же тестируешь один интерфейс, в котором почти ничего не происходит. Что, если я хочу протестировать свой презентер? Да, это на самом деле самая интересная часть, да, и хорошая новость в том, что делать это тоже просто. Вот если вы обратили внимание, то вот здесь вот для макирования, значит, скажем так, синхронных функций мы используем функцию every. Все, что нужно в mock.k для того, чтобы замокировать suspend функцию или к рутину, нужно просто-напросто использовать функцию co-every, да, вот вы видите, что в api-клиенте, в логине, логин это suspend функция, да, для того, чтобы замокировать, мы просто делаем co-every и возвращаем какой-то объект, который нам нужен. Вот. Дальше просто дергаем свой презентер, да, и в run-блокинге проверяем, что вообще говоря, все хорошо, и там наши объекты соответствуют тому, что мы замокировали. Вот. А для, опять же напоминаю, что для mock.k это co-every, да, но вряд ли, кто пользуется mock.k вообще? Никто не пользуется, да, я так и думал. Еще один инструмент, который стоит попробовать, просто для разнообразия. Значит, все пользуются Makita Kotlin, правильно? Окей. Значит, для Makita Kotlin такой же код, макирование будет выглядеть чуть-чуть посложнее, но по сути все, что изменилось, это вы добавляете run-блокинг в given block и все. Вот. То есть макировать suspend функции легко и просто пользуетесь, это хорошо. Хорошо. Давайте проведем промежуточные итоги. Да, значит, как вы помните, stack trace стал меньше, но сильно не помогло. Объектов под капотом создалось меньше, это хорошо. Код стало проще писать, да, просто suspend-модификатор. Интерфейс стал чище, соответственно, стали тесты чище. Значит, эцелопы довольны, подсаки, чатлани довольны, мы с вами довольны, все отлично. Но тут нужно сделать одно реагическое отступление. Что насчет обработки ошибок? Да, мы с вами сказали, что это try catch final, средствами языка, но любой из вас может мне сказать, что да, господи, у меня сложная логика, у меня много слоев, у меня там clean architecture, и вообще говоря, у меня разные ошибки, поэтому что же делать? Так вот, по умолчанию, если вы в корутине бросаете какое-то исключение, то и вы не ловите его, то приложение падает. Если вам такое поведение не подходит в конкретном кейсе, то вам нужно менять контекст, в котором исполняется корутина. Либо, если у вас, опять же, ошибок много, они разные, разных типов, разных случаях, то их нужно по-разному обрабатывать, то, опять же, нужно менять контекст. Давайте посмотрим, как. Делать это достаточно просто. Значит, вот здесь вот есть такая штука корутина exception handler. Это специальный объект, который в JetBrains написали для того, вот как раз для таких случаев. Вторым параметром, значит, корутина exception handler принимает блок, вторым параметром, в который будет прилетать исключение, которое случилось внутри вашей корутины или там где-то внутри, далеко. И здесь вы можете там написать when свой, да, и обработать свои исключения по-разному. Мы, кстати, в продакшене так и делаем, мы используем вот эту штуку. Как же этот корутина exception handler использовать? Использование его достаточно простое. Вы просто используете перегруженный оператор и к контексту, да, вот к UI, просто прибавляете этот error handling и в качестве контекста передаете уже новый объект контекста просто в корутин билдер. Кстати говоря, каждый корутин билдер принимает контекст, не только launch, да, но и async, и run blocking, и все остальное тоже принимают корутиновые контексты, так что вы можете делать то, что вы хотите. Окей, хорошо. С историческим отступлением закончили, но вы можете мне сказать, ну блин, ну скрипать же все-таки нужен, а зачем мы все-таки используем rxjava-то изначально? Используем rxjava, потому что это хорошая библиотека для обработки потока событий. И самым очевидным примером такого потока событий это пользовательский ввод, когда пользователь быстро что-то печатает в строку поиска, да, и хочет поискать по репозиториям. Вот, например, ну это скриншот с реального приложения, естественно. Вот если мы хотим поискать по гитхабу по слову kotlin, то вот что находится в первую очередь. То есть вот опишка выдает такой результат. Давайте посмотрим, как мы бы реализовали такую функцию на rxjava. Нам понадобится в первую очередь publish subject, потому что нам из текста input надо что-то забирать и превращать это в search query, да. И здесь мы как раз это и делаем. Мы получаем search query и дальше передаем в наш API клиент, который уже делает, собственно, сам поиск. А потом, когда мы получили результат, мы маппим просто-напросто на список строк. Опять же, из этого делаем repose адаптер и ставим его в наш recycler view. Значит, вы можете, конечно, здесь просто-напросто в адаптере список данных обновлять, но это просто пример кода. Что классно с этим кодом? Все, да, практически все классно. Правда, мне самому даже понравилось, когда я это написал. Классно то, что здесь есть операторы, которые нам позволяют избавиться от каких-то кейсов, вообще не заморачиваясь, просто написав одну строчку. То есть, например, мы знаем, что пользователи могут быстро печатать. Мы хотим сэкономить трафик, батарейку и так далее, поэтому для решения этой проблемы нужно всего лишь debounce вызвать. Если пользователь написал букву и быстро ее удалил, мы не хотим повторять запрос distinct until changed. Ну и отлично, да. Ну и switch map нам, конечно, тоже помогает вообще бизнес-задачу решить. Окей, то есть код хороший, но что если я вам скажу, что на карутинах тоже так можно? А если я вам скажу, что можно еще и лучше? Ну классно же, правда, да. Давайте пробовать, но нам одних карутина уже теперь не хватит. Нам понадобится новая сущность, она называется канала. С каналами код, который мы напишем, станет довольно сильно короче. Значит, нам понадобится coroutine builder launch. Внутри него мы обратимся к сущности, которая здесь спрячется под переменный broadcast. У нее вызовем специальную функцию consume each. Мы сейчас об этом поговорим. И здесь напишем бизнес-логику. Ну вот delay мы можем использовать ровно так же. Это вообще функция стандартной библиотеки. И дальше просто написать то, что мы хотим сделать. Собственно, поискать, получить результат, засунуть в адаптер. Стало же короче, правда? Собственно, да. Значит, поискали, засунули в адаптер, получили. Но мы пока не понимаем, что такое broadcast. Broadcast это вот что. Вот эта переменная определяется в коде следующим образом. Это conflated broadcast channel на строках, да, потому что мы со строками работаем. То есть вот такая сущность. Мы ее воспользовались для того, чтобы решить нашу задачу. И в самой активите или там в презентере мы просто-напросто на наш edit текст вешаем text watcher и в broadcast вызываем вот такую вот функцию offer, которая в канал наш, да, отправляет, собственно, поисковую строку. Вот так это работает. Но вообще говоря, ничего не ясно пока, да. Мы пока не понимаем, что такое каналы. Мы не понимаем, что такое broadcast каналы. Мы не понимаем, что такое conflated, да, что это вообще такое. Давайте разбираться. Каналы это вот что. Это то, что вам по галактике позволяет путешествовать, если вы знаете номер в центуре. Ну, нет, конечно, конечно, нет, извините. Канал это блокирующая очередь. То есть как блокинг-ю ваш родной в Java, но не совсем. В чем разница? Разница вот в чем. У блокинг-ю есть два метода put и take, да, и они блокирующие. То есть если вы их исполняете на потоке, поток блокируется. В канале этим методом соответствуют методы send and receive. И эти методы, они не блокирующие, они приостанавливающие. То есть это suspending functions, да. Стало немножко понятней. То есть это как блокирующая очередь, только не блокирующая, а приостанавливающая. Окей, хорошо. Что такое broadcast channel? Broadcast channel это subject, но не совсем. В чем разница? Subject у нас реализует и сам является observable, но при этом сам имплементирует observer, и это ему как раз позволяет принимать данные и отправлять данные. Broadcast channel немножко похожая история, но опять же не совсем. Broadcast channel сам является каналом для отправки, да, то есть его можно что-то отправить. А для того, чтобы что-то из него почитать, нужно на нем же дернуть функцию open subscription, она просто так называется, и вы в ответ получите receive channel, то есть канал, из которого можно читать. Стало немножко понятней? Окей, супер. Что такое conflated channel? Значит, conflated channel это как broadcast channel, но не совсем. Broadcast channel просто-напросто отбрасывает элементы, которые пришли в него до последнего элемента. То есть пользователь отправляет, отправляет вам search query, но весь ваш предыдущий input вам не интересен, вам нужен только последний input. И это вся разница. То есть с каналами можно тот же код поиска написать проще и лучше. Надеюсь, убедил. Но вы мне сейчас скажете, нет, не убедил. Скрипач все-таки нужен. Ну блин, это же такая классная библиотека, мы все ее используем и собираемся использовать. И тут я на самом деле вынужден с вами согласиться, даже не то чтобы вынужден, я с вами соглашусь, да. Рыск Java это хорошая штука, и вы не можете просто фичи языка, да, какими-то коррутинами просто взять и заменить библиотеку, которая пишется несколько лет большим сообществом. И хорошая новость здесь в том, что коррутины в Kotlin на самом деле поддерживают RxJava с помощью библиотеки расширения Kotlin Caroutions Rx2. Не используйте Rx1, он все, его суппорт приостановлен, используйте Rx2. Давайте посмотрим, что у вас в библиотеке Kotlin Caroutions Rx2 есть. Значит, во-первых, тут есть примитивы, которые позволяют вам создавать Rx-овские примитивы. Да, RxCompleteable, RxMaybe, RxObservable и так далее. Но самое интересное, это, конечно же, конвертеры. То есть, когда у вас есть коррутиновский код, например, вы написали библиотеку на коррутинах, и хотите их в Java приложении использовать, то вы можете использовать вот эти вот конвертеры, job is completable, deferred is single и так далее. На самом деле, если немножко покопаться, то вы сможете такой конвертер написать достаточно быстро самостоятельно. Но вот есть некоторый готовый список. Соответственно, где эти конвертеры вам на самом деле помогут? Значит, если вы хотите использовать в своем приложении, которое уже построено на коррутинах, библиотеки, которые имеют Rx адаптер. Хорошим примером здесь является Retrofit. Кто использует Retrofit? Все используют Retrofit. Супер. Значит, все знают, что у него есть Rx адаптер, который превращает Retrofit-овский call в синглы, в observable и так далее. Значит, если вы хотите тут же затащить его в коррутина, вы можете, во-первых, воспользоваться просто-напросто одним из этих конвертеров, но на самом деле для Retrofit-а уже есть библиотека, которая добавляет все extension функции к этому call, и вы можете просто использовать await. Ну и во-вторых, то, что я уже сказал, написание библиотек, если вы пишете библиотеку на коррутинах, а хотите в другое приложение отдать, например, вы просто библиотеку пишете, и во весь мир ее отдаете, хотите, чтобы разработчики на RxJava тоже ее поиспользовали, вы можете предложить использование вот этих конвертеров либо написать extension функции, которые эти конвертеры используют. На самом деле все? Ку? Ваши вопросы. А, да-да-да, сейчас, секунду. Полезные ссылки. Значит, во-первых, весь код, который вы здесь видели, лежит у меня на GitHub, по ссылочке здесь. Сейчас там будет много ссылок, можно чуть попозже отфоткать. Во-вторых, библиотека MOKK, про которую я говорил. Библиотека K.H.T.T.P., про которую я говорил. Ну и, конечно, подписывайтесь на меня в Твиттере, потому что я много пишу про разработку под Android, под React Native. Читайте меня на Medium. У меня только вчера вышла статья про то, как RxJava работает внутри. Соответственно, следующая статья уже будет про то, как рутины внутри устроены. Вот, вот это да, можно зафоткать. И вот теперь на самом деле все. Спасибо большое, Вова. У-ху, мы справились. Презентацию можно будет найти после закрытия на сайте, так что если кто не успел сфоткать. Давайте вопросы. О, уже руки. О, отлично. Ну вот молодой человек больше всех хотел. Спасибо за интересный доклад. И у меня несколько вопросов будут. Ну, начнем, наверное, с вопроса, когда вы говорили про события, то, что можно обрабатывать не только синглы, но еще какие-то потоки событий. То вот здесь, наверное, все-таки немножко лукаво говорить о том, что куртины, ну, как позиция даже Романа Элизарова, он не раз писал об этом и в Slack, и везде, где только можно, что для Котлина с куртинами, собственно, как бы операторы не нужны. Вы можете легко их написать сами. Вот, в отличие от RxJava, там, где как бы нужны операторы. И вот такой вопрос. У вас, допустим, сколько времени ушло, чтобы написать zip, например? То есть у вас прям реально зашло так, что вы прям сели и написали zip или пришлось как-то у кого-то спросить, погуглить, ну, когда первый раз с этим столкнулись? Смотрите, я первое время долго разбирался с, скажем так, с синтаксисом, а синг-вейт. То есть нужно было вникнуть, что такое job, defer и так далее. И у меня ушло на это, типа, несколько вечеров на самом деле. Но потом, когда пришло вот это понимание, а что там к чему, все остальное пишется крайне быстро. То есть прям вот и с тестами я очень быстро разобрался, и с этим exception-хендлерами и так далее. И в production мы тоже впихнули их очень быстро. Поэтому я не готов там, типа, сказать, что у меня ушло три с половиной часа на то, чтобы zip написать. Но то, что у нас в production-проекте нам нужно было, мы очень легко и быстро разобрались, вставили и зашипили релиз. То есть какое-то стартовое время нужно, а потом… Да, да, да. То есть это буквально там, типа, несколько вечеров, а дальше поехало. Тогда еще можно вопросы, да? Да, да, да. Там слайд был, где дилей 300 миллисекунд с коррутинами. Ну, можно его открыть? Да, да, да. А дилей этот, как, понимаю, он неблокирующий, да? Да, он с успендинг, конечно. А на каком треде будет выполняться вот код, где там дилей, потом еще что-то? Ну, то есть смысл в том, что если он неблокирующий, там какая-то очередь должна крутиться, чтобы можно было, ну, отодвинуть вызов или как это происходит? То есть как-то не всякий тред подойдет, чтобы вот этот код прогнать, который в consume each. Да. Я не помню, я не помню, какой картин контекст использует consume each, да? Ну, здесь он по умолчанию, наверное, который… Ну, да, 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 common pool просто использует. Смысл в том, что в Rx delay он блокирующий или нет? То есть там, если я напишу там свой тред просто, ни в какой-нибудь тред, ну, и на базе его сделаю контекст, у меня это все будет работать или какой-то там нужен такой особый контекст, если я хочу кастомный. Ну, например, для того, чтобы запустить, к примеру, риум, там ему требуется обязательно там лупер тред с лупом, к примеру. Ну, для этого вы делаете свой контекст, ему просовываете тред пул, да? В этом тред пуле конфигурируете тред. А вот эта очередь, она как-то, ну, это, то есть я прям как-то должен это предусмотреть или какой-то шаблон есть, чтобы работал дилей, вот эти все отложенные вызовы или… По-моему, нет, но брать не буду, точно не знаю. Надо посмотреть. Хорошо. Окей, спасибо. Привет, спасибо большое за доклад. На самых первых слайдах это показывало то, что, допустим, с той же RedJava у нас остается 19 объектов, в случае с коротинами остается 11 объектов. Понятное дело, что от RedJava мы полностью не откажемся за счет изобилия всяких удобных операторов. Вот, допустим, вот здесь вот пример, да, реализация поиска, тот же distinct until change, вот он у нас отсутствует, но, соответственно, мы можем вот с помощью той библиотеки, да, все, допустим, сконвертировать во все рубли и так далее. Вопрос, собственно, в том, а какой смысл, если мы в итоге пытаемся вроде бы как-то от этого уйти, да, но в итоге мы все равно потом конвертируем все во все рубли всякие, да, и как бы трижава, она все равно у нас остается, вот, и получается объектов создается еще больше. Окей. То есть, в принципе, если так говорить, то, что, да, создается меньше объектов, ну, в принципе, можно даже не использовать и намы, да, использовать такие, короче, кто использует и намы? Все, да? Все. Окей, окей. Так я не знал. Хорошо, я повторю вопрос. Смысл вообще всего этого, если мы используем конвертеры, используем и то, и другое, и у нас куча объектов. Для меня ответ выглядит следующим образом. К сожалению, у вас есть легоси, которую нужно рефакторить. Вот, и вы не можете просто взять и отрефакторить большое приложение за неделю. Как бы вы делаете по маленьким кусочкам, вы говорите, что, ну, окей, я не буду рефакторить весь слой, я сейчас напишу конвертер, его заиспользую, а потом внутри отрефакторю и избавлюсь, там, не знаю, от того, что мне не нужно. Вот, вот для меня это так выглядит. Понятно. Нет, просто получается то, что мы, ну, Режава у нас все будет как бы в проекте пока. Да. Такие вот. У нас тоже, у нас в продакшн-проекте где-то используют Режава, где-то Крутины, где-то синктаски, извините, господи. А голые треды есть? Что? Голые треды где-нибудь. Нет, по-моему, выпилили посты. Нет, ладно, окей, спасибо.